сейчас на рынке интересного происходит. Начинаем с евро-доллара. Здесь у нас снижение данной валютной пары. Причем снижение так даже намного быстрее, чем я рассчитывал изначально. Я думал на прошлой неделе, и я об этом говорил, что в конце недели, в этой неделе, в пятницу, 27 апреля, будут хорошие новости по американскому ВП. И мы пойдем на 20,50, плюс-минус, то есть вот на нижнюю границу по Боллинджеру на дневном графике. Но события развивают очень быстро, и, судя по всему, мы, наверное, этой нижней границы достигнем не в пятницу, а сегодня или завтра. И уже в пятницу будем ниже торговаться, чем вот эта самая нижняя граница Боллинджера. С чем это связано? Здесь, в первую очередь, это все связано с рынком облигаций. Там доходность американских десятилетних бумаг практически достигла уровня 3%. Сейчас уровень 2,98. Это максимум на последние почти 4 года. 3% в принципе ни о чем не говорит. Это просто такая вот круглая цифра. Можно еще назвать ее психологический уровень, про психологию рынка вспомнить. И, в принципе, вот эта самая отметка 3%, она, судя по всему, будет сегодня или завтра, там вот уже рядом. И она вызвала изменения по спредам доходности. То есть там очень сильно упал спред Германии, США, Великобритании, США. И вырос сильно спред США, Японии. То есть получается, что немецкие и британские доходности, они тоже как американские, но американские, они растут очень быстро, быстрее. А японские доходности на одном уровне, потому что Банк Японии в своей вот этой политике, которую он проводит, он выбрал отметку 0,1% годовых. Такая вот доходность является приемлемой. То есть если доходность будет выше, чем 0,1% Банк Японии будет предпринимать действие. Соответственно, получается, что у нас, допустим, японские стоят плюс-минус на одном уровне, американские сильно растут, и изменения происходят по спреду, и это изменение толкает пару доллар-иенов вверх. То же самое происходит изменение и в США толкает пару вниз. Поэтому здесь получается, вот мы сейчас падаем, и вот она цель у нас сегодня-завтра. 1,22-28, это же не побольше. В принципе, если мы достигнем эту отметку сегодня-завтра, то есть будет такое нормальное движение вниз, выстроим времени, то уже тогда получается, в пятницу будем сажаться вот сюда. А отметка 1,27-54, это менее 1 марта. Я уже тоже давно об этой отметке говорил, что рынок у нас евро-доллар пойдет вверх, но пойдет вверх сначала после захода вниз. То есть сначала мы пойдем вниз, там на 1,27-50 или там на 1,27-20, а уже вот оттуда мы пойдем вверх, на 1,27-1,30. В принципе, все какого-то сохраняется в ход этого сценария. Здесь ничего меняется, но тенденция пока такая. То есть вот мы сейчас 22-28 и потом спускаемся к пятнице или в пятницу в саму, на новостях по Америке, на 1,27-54. Надо будет дальше смотреть, может быть, мы ниже на 20, может не уйдем, может быть, вот 1,27-54 будет поддержка, и мы оттуда пойдем вверх. Вот пока такой старый, по этой валютной паре. У нас тренд на 4-часовых свечках по IDX-50, вот он там тростит. У нас тренд нет, есть тренд в часовках, и вот на часовках тоже есть тренд. Вот такой вот флэт после сеноварения, это флэт на продолжение тенденции, то есть вниз. Здесь получается, вот она цель, нижняя граница 1,27-50 на дневном графике на сегодня-завтра. Что касается сегодняшних новостей, через час PMI немецкий, здесь, наверное, он будет такой же, как и в прогнозе, в календаре указанной, потому что промышленность, она сильно зависит от курса евро. И промышленность любой страны не нравится, когда курс низкий, то есть когда он не растет. Если посмотреть вот так вот на этот график, он недельный, масштаб, здесь все наглядно, вот у нас торящий торрент. Вот мы сильно росли, вот смотрите опять вот этот флэт, и вот нижняя граница флэта, это как раз вот минимум 1 марта 1,254. То есть вот напрашивается прогноз этого минимума, и дальше их на 1,27. Поэтому пока получается, что все в рамках этого сценария, то есть, грубо говоря, еще осталось упасть на 100 пунктов, ну, может быть, чуть побольше, и потом уже вверх. И летом, судя по всему, мы будем выше, чем 1,26. Вот 1,27, 1,28, летом шансы есть увидеть сильный. То есть будем выходить дальше. И вот поскольку евро очень сильно вырос, для промышленности это плохо, и сегодня в календаре как раз плохие новости. А американские новости в 17 часов, наоборот, я думаю, будут хорошие, потому что продажа жилья в таких вот экономических странах, как там США, Германия, Япония, Великобритания, они сильно коррелируют с ипотечным кредитованием. Потому что в той самой Америке обычно средний дом, у них принято все-таки в домах жить, они в которых квартирах тоже живут, но поменьше. И вот средний дом, он стоит 230 тысяч, там, 240 тысяч долларов, и даже для благополучной Америки это все равно большая цифра. Потому что 3000 долларов, это очень-очень хороший, поэтому 240 тысяч – это очень много даже для обеспеченных американцев. Поэтому они берут гид ипотечный, 30-летний обычно, и с помощью ипотеки они покупают жилье. То есть они, конечно, там сами выносят процентов 10, 20, 30 от стоимости, а остальные 70-80 они берут в кредит. И, соответственно, чем больше кредитов, значит, тем больше продаж. И вот данные по кредитованию, они у нас раньше всегда появляются, чем данные по продажам жилья. И здесь уже можно так немножко спрогнозировать, что у нас может быть хорошо или плохо. И ипотечное кредитование выросло в марте, и сегодня новости за март будут, и выросло хорошо по отношению к февралю. Ну и, соответственно, исходя из этого можно сделать вывод, что и сегодня был хороший новый. Хорошая новость, 15 часов, это тоже позитив для доллара, и, соответственно, вот выход туда на 1,2228. Поэтому по продаему данную пару, где ее можно продавать, в идеале, конечно, лучше продавать на максимуме текущего часа, это 1,2289. Но тут могут и не дать такой уровень, поэтому можно продавать и сейчас, в 22,73, и вот на 1,2289 еще продажу разместить. И 2,2228 цели на сегодня. А так, судя по всему, мы идем на 2,54 в пятницу на хороших новостях. Уважаемые коллеги, сдавайте, пожалуйста, своего ростом по паре евро-доллара, и я на них с новостями отвечу. И также хотелось бы от вас получить небольшую обратную связь. Как вы знаете, у нас в доме утренних вебинаров в 10.30 еще есть один раз в неделю вебинар по четвергам, мы обычно вечером его проводим. И, возможно, вам хотелось бы какую-нибудь тему разобрать, которая вам интересна, тоже в чате можно написать сегодня. И мы такую тему можем провести, потому что, может быть, какая-то тема вас интересует, интересно. Хотелось бы что-то задать, там, технический, фундамент, еще что-нибудь там, циклический, анализ с облигацией, корреляцией. В общем, у кого какие перелания, напишите, пожалуйста, в чат. И мы в итоге потом суммируем общее мнение и выберем тему. И, если можно так, вот, допустим, фундаментальный анализ, Виталий, как-нибудь немножко поподробнее, что именно вам бы хотелось так услышать, разобрать. То есть, скажем, какой-то такой элемент фундаментального анализа или в целом общий взгляд на фундаментальный анализ. Теперь, значит, пара фунт-доллар. Здесь ситуация та же самая, что и с евро-доллара. Движение вниз сегодня, однако, облигации тут заправляет всем вот эти самые доходности десятилетий бумаг. Поэтому здесь тоже самое, как и в случае с парой доллар. Здесь получается у нас сейчас отметка 39.96 и следующий уровень у нас поддержки находится вот на 39.41. И у нас был минимум в начале месяца, минимум текущего апреля, это 39.64. Поэтому я думаю, что пара сегодня пойдет туда, на 39.64, и там закрыться, и может с ним пойти. Потому что здесь уже есть перепроданность, и есть уже средиенция на 4-6 веках, поэтому 39.64 может уже ниже 5-й. А до этой отметки до 39.64 дойти не может, потому что та же самая ситуация на рынке облигаций. Спрэд в Герой Британии и США фунт-доллар по агронусе упал. Поэтому здесь вот сейчас отметка у нас 39.94, и от нее ждем снижение на 36.64. Что касается пары доллар, японская иена, здесь цены не достигнуты, потихонечку не идем. Тут затянулась такая тенденция, и я думаю, на прошлую неделю мы ее достигнем. Но мы ее пока еще не достигнули, но уже рядом, тут чуть-чуть осталось. 108.14 верхняя по Боллинджеру на дневном графике, и сейчас котировка с ним 90. И здесь, скорее всего, сегодня мы это и увидим. Здесь, в принципе, спрэд, если рассматривать рынок облигаций, он здесь самые сильные изменения показывает. Потому что здесь Банк Японии держит по облигациям, а ФРС ничего не держит, там рыночные изменения. Поэтому вот по рынку облигаций самый сильный сигнал в этой валютной паре, доллар, японская иена, сигнал вверх. И поэтому ждем, что сейчас котировки выйдут, я думаю, за верхнюю, то есть немножко они ее превысим. 180.20, 180.30, вот куда-то туда. Где купить? Взяли, конечно, купить вот здесь, на средней, по Боллинджеру на часовиках, на 107.7. Другое дело, что могут и не дать эту отметку, потому что тренд очень сильный, хотя-то вот нет ни 40.20, только он есть, ни 40.42, но здесь такой вот очень сильный тренд. И по рынку облигаций тоже сильная такая тенденция, поэтому можно брать сейчас 107.90 и разместить Байлимит на 107.71 и 108.20. Здесь цель в этой валютной паре. Уважаемые коллеги, я задавал свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Так, процентные ставки. Виталий, я вас понял, спасибо вам за обратную связь. Уважаемые коллеги, если кому интересна такая тема, процентные ставки, можно тогда такую тему, например, процентные ставки центробанков, рынок ГАЦ, вот эти доводности, осмотрим, где эти данные, как их высчитывать. Вот такую тему, связанную с процентными ставками, потому что облигации, они тоже имеют прямое отношение к процентным ставкам. Вот такую мы можем тему выбрать. Если кому интересно, поставьте, пожалуйста, плюсы. Посмотрим, есть такая тема, интересует ли она такая или нет. По Виталию она интересна, тогда я ее проводить не буду. Так, Доллар Франкман, благодарю вас за вопрос. Вы знаете, давайте тогда завтра я посмотрю перед вебинаром все подробные технику и фундайменты, тогда завтра расскажу, потому что сейчас не знаю, что там в этой валютной паре происходит. Я знаю только, что Франкман снижается к евро и вызывает это тем, что забирают российские, так называемые олигархи, толстосумы, забирают свои деньги из швейцарских банков и уводят обратно какие-то офшоры там кипрские или Россию даже заводят деньги. И вот там ситуация негативная. Швейцарские банки отмечают, что клиенты из России уходят с банком, боятся, что были санкции, боятся, что деньги заберут. И, в общем, там у швейцарских банков такая ситуация не очень хорошая, они теряют клиентов. И вот там к евро задержали, так, к доллару надо посмотреть. Зар, да, посмотрю. По DAX, надежда, сейчас посмотрим. Спасибо вам за вопрос. Так, наверное, я уже пробежал туда DAX. Здесь по DAX картинка хорошая и 12 749 получается. Вверх на бульенджеру ждать ее можно и нужно. Единственное, что, не знаю, успеем ли мы вот на этой неделе ее увидели. Все-таки это дело отложится где-то ориентировочно там с 7, 8, 9 мая, когда Германия начнет публиковать свои отчеты по компаниям. В Америке эти отчеты уже сейчас, в мае начнется только в мае, поэтому тут есть два варианта. Либо увидим на этой неделе, либо увидим только где-то там 8, 9, 10 мая. Но если все это дело затянется до 8, 9, я думаю, мы увидим не 12 749, мы увидим выше. Мы увидим вот этот вот уровень, 12 899. Поэтому здесь смотрите, здесь тренд вверх, он изменился. Поэтому я бы взял немножко так осторожно по времени, вот 5 мая. Но все может быть, что увидим прямо завтра, послезавтра. Здесь мы неплохо выросли, вот такой узкий флет и плыв дальше. Просто я не знаю, сколько будет этот флет. Вот этот флет длится вот первый, второй, третий, четвертый день. Он длиться долго не будет, он не может длиться бесконечно. Но, допустим, он может еще продлиться всю эту неделю. Только на будущей неделе мы пойдем вверх сильно. И там 9 мая мы 12 900. Поэтому просто рост времени. Флет завершится прямо сегодня завтра или флет завершится только через дней 5. Почему я беру такой вот запас по времени? Потому что DAX такой вот вялый инструмент, он так вяло движется. Поэтому он вполне может так долго во флете стоять. А так, я думаю, что вот 12 149 это остановка. Это не будет остановкой. Я думаю, что DAX пойдет сюда вот на 12 100. Но это мы увидим уже в мае. Ориентировочно где-то вот 9-10 там плюс-минус. Потому что DAX, как и любой индекс, он двигается на отчеты компании. Отчеты компании, они еще не начались. Они только будут в мае. Поэтому это хороший потенциал вверх. Что касается с канадцами, Евгений, я говорю у вас вопрос. Канадец, сейчас посмотрим. У меня график канадца. По канадцу здесь пока канадец игнорирует рынок нефти. И получается, что вот если посмотреть на нефть. Увидим, нефть выросла стоит во флете. Ждет дальше движение вверх. Канадец упал, раскоррелировался с нефтью. Я думаю, долго раскорреляться не будет. И все вернется на высыпая. И канадец будет расти. И здесь тоже будет расти. Здесь, судя по всему, вот то, что долго так падали, решили позиции закрыть. Но здесь уже, вот смотрите. Вот уже на четырех часовках есть дивергенция в области перекупленности. Купленность сильная на часовых веках. Поэтому тут, судя по всему, прям вот еще осталось. Немножко прям вверх и потом вниз. Поэтому здесь, по этой валютной паре, я думаю, будет она уходить нижнюю. по Боллинджеру на дневном графике. 1,24,91. Но это не сегодня, потому что и не завтра. Это на неделю и вот так вот. И нефть, я думаю, пойдет вверх. Бренд. Здесь пойдет нефть вверх. И пара тоже. Доллар канадец пойдет вниз. Здесь по нефти у нас вот этот уровень есть. 72,68. Это максимум 11 апреля. Неделю закрыли прошлую выше этой отметки. Пытались в пятницу уйти ниже. Не получилось. День закрыли тоже, соответственно, выше. И неделю выше. То есть выкупают нефть. И здесь что получается. Здесь, более всего, сегодня будет флэт продолжаться. Вот флэт у нас в четверг, в пятницу будет недельник. Может быть завтра будет еще флэт. Может быть завтра уже не будет, а пойдем в ветрах. Сегодня, я думаю, будет флэт. И здесь нефть надо брать вот от этого максимума. Не получается. Да. Максимум 11 апреля. Это сейчас поддержка такая сильная. Вот она линия экзонтральной. Это значит у нас 72,68. И здесь 74,21 у нас. 74,21 у нас. 74,21. Это вот верхняя по бодинжеру. Туда нам нужно ждать роста на этой неделе. А так, в целом, потихонечку будем к 80, я думаю. Но, наверное, это будет летом. Не увидим, наверное, мы в мае. Хотя кто его знает, может быть, все очень быстро развиваться. И можем увидеть и гораздо раньше. Понимаете, здесь все очень позитивно. Все очень хорошо. Хотя, вроде бы, вот эта встреча, которая в пятницу была, в Саудовской Аравии, там Россия собиралась, в Саудовской Аравии и другие страны ОПЕК. Они, вроде бы, ни о чем не говорились. Но они такого ничего интересного не сказали. Но сказали, что они будут в 2019 году работать. И в 2019 году они будут либо добычу немножко увеличивать, либо они будут ее увеличивать. То есть они пока не решили. Но даже если рассмотреть, что они будут ее немножко увеличивать, то все равно для рынка этого пока никакого негатива нет. Почему? Потому что ОПЕК своими действиями с Россией, они сделали самое главное. Сделали то, что за последние 15 месяцев 300 миллионов баррелей на такую величину сократились запасы в крупнейших мировых хранилищах, в Азии, в Европе, в Америке. И как раз именно эта причина, она и была такой. Вот наравне с долларом. То, что тогда доллар рос в 2014-2015 году на ожиданиях первого повышения ставки ФРС. Первое повышение было в декабре 2015. Вот эти две причины. Ставки ФРС. Ожидания. Пали доллары плюс хранилище. Были загружены просто. Они вызвали введение нефти. Сейчас ситуация такая. Получается интересная. ФРС продолжает повышать ставки, но доллар падает. Почему-то это нужно американцам. У них проблемы большие с платежным балансом. И здесь доллар падает. И это хорошо для нефти, то, что доллар падает. Даже то, что он подрос в последний день-два, это ни о чем не говорит уже больше года. И я думаю, будет дальше падать. И запасы вот в этих хранилищах крупнейших, они на 300 миллионов сократились. И Новак, министр энергетики, в пятницу, выступая в Саудовскаве, сказал, что 300, да, сократились, но это еще не все. Нужно еще сократить 15 миллионов баррелей. Вот 15 миллионов баррелей убрать из хранилища и все. Будет тогда нормально. Если так прикинуть, получается, по времени, где-то вот эти 15 миллионов баррелей должны убрать СНК в начале мая. То есть, грубо говоря, через две недели. И все. И тогда хранилища будут так сильно загружены, все будет нормально, как положено. Ну и поскольку до конца этого года ни ОПЕК, ни Россия добычивать не будут до 31 декабря, у нас впереди летний сезон, это традиционное повышение спроса на бензин, на мазут, на авиационное топливо и так далее. То есть, будет много переезда на автомобилях, самолетах, вертолетах и так далее. Получается, даже США со своей сланцевой добычей, они все равно не смогут все это возместить. То есть, будет даже небольшой дефицит лет. И дефицит вот эти заказы толкнет вполне котировки к 80, потому что небольшой дефицит это хороший плюс доллар не растет, а он даже еще может дальше упасть. То есть, мы смотрели евро-доллар, там получается выход на 1,27. Ну и соответственно, падение доллара до небольшой дефицит. Ну что тут, все вот и складывается в нефть 80. Вопрос только нефть 80, это когда, в июне или в августе? Я не знаю, может и в июне, может и в августе, но я думаю летом мы это увидим. Пока все очень здорово. И плюс, тоже вот читал в пятницу про сланцевую добычу, отчет компании Пионер, забавное название, из советского слова. И вот Пионер, значит, одна из ведущих компаний по сланцевой добыче в США, они там написали, что у них, в общем, нет больше возможности наращивать добычу. Вот в Техасе, где много сланцевых месторождений, то есть все, что вот у них было, они все загрузили на полную мощь. То есть их загрузка мощностей на 100%. Им не хватает рабочей силы квалифицированной, потому что все, кто могли уже там работать, приехали. Им не хватает нового трубопровода, которому нефть можно перегонять. Строить трубопровод, конечно, можно, только деньги платить, но это, опять же, время. То есть это не так быстро, за одну неделю его не построишь. То есть сейчас, в данный момент, на лето получается, что у них все, они уже достигли пика. Они сейчас будут строить трубопровод, будут привозить новую рабочую силу, но это все время займет. Поэтому даже летом, получая сланцевая добыча, тоже сильно не поможет. Тут все так очень здорово. Ну и, соответственно, если дальше подытожить, значит, валюты, которые вот с нефтью связаны, это канадские доллары, российские, рубль, и для них, получается, летом будет позитив. Поэтому сейчас, получается, вот если на лето губль, вот мы тут выросли, вот сейчас упали, сейчас вот коррекция. Получается, куда она может быть, если FIBA начертить, то получается, вот у нас, значит, 38,2, это у нас отметка 62,03, либо выше 62,58. Вот куда-то туда сейчас будет корректироваться пара полгубль, и потом потихонечку, я думаю, она будет спускаться ниже 60, куда-нибудь там опять вернется на 59,58. Пока по этой валютной паре, наверное, не стоит ждать уровней там 55 и ниже, потому что Центробанк каждый день покупает валюту для Минфина, и получается, что их этот уровень устраивает, там 60-60,59, то есть вот где-то, наверное, торги ближайшие два месяца будут проходить на этих отметках. Судя по всему, не будет роль сильно укрепляться там на 55, хотя при текущих ценах на нефть он может стоить уже и 50, но ему не дают, потому что они покупают доллары, чтобы их врезать, чтобы направиться на черный день. Боятся они черного дня. И, в общем, пока получается, что если вот так вот исходить из нефти и рубль, рубль не будет стоить, не 50, а не 55, наверное, мы не увидим, а вот 58-59 вполне, когда вот нефть прибежит туда. Так, по нефть мы смотрим на 70. Евгений, я дарю вас запрос. Вы знаете, 70, в принципе, рядом, вполне может быть, но 70 я бы рассматривал сейчас после того, как мы сделаем дивергенцию, то есть ходим на 74-20, дивергенция перекупленности. Тут, смотрите, как может быть. Либо мы идем без остановок куда-нибудь на 80, практически без остановок, и всю коррекцию на 70 стоим, и мы идем туда на 80. Либо все-таки мы сейчас делаем диверсию на 74-20, 74-30, потом мы спускаемся на 70, и потом уже оттуда мы идем на 80. Сейчас я пока исхожу из второго сценария, что мы сейчас будем делать дивергенцию на 74-20, а потом спускаемся на 70. Это будет связано с большим укреплением доллара. Вот та самая пара евро-доллар. Если, посмотрите, она сходит вот сюда вот на минимум 1 марта. То есть пара идет на минимум 1 марта, с ним 50, нефть на 70 идет, потом там где-то все примерно разворачивается. Пара евро-доллар вверх. Поэтому я пока исхожу до сценариям здесь, после того, как сходим на 74-20. Но может быть, что и на 70 не пойдем, а пойдем сразу на 80 остановок. Мы посмотрим. Тут время пока ждать осталось недолго. Тут ситуация будет так быстро развиваться. Поэтому мы с вами все это увидим. Уважаемые коллеги, так еще по СНП был вопрос от Олега СНП. Здесь цели мы не достигли. 2720 верхняя граница по Боллинджеру. Я думаю, на этой неделе мы ее увидим. Орудно сказать, когда мы ее увидим сегодня, завтра или все-таки буду ждать пятницы, когда в пятницу американский ОВП. Но я думаю, что на этой неделе мы ее увидим. Но не знаю, когда мы ее увидим. Может быть, все это будет быстро сегодня-завтра. Может быть, только до пятницы. Поэтому цель вот такая на эту неделю 2720. Дальше, я думаю, все будет очень так неплохо по СНП. Здесь, наверное, либо в мае, либо в начале июня будет 2800. Пока так вот смотрю. Уважаемые коллеги, я благодарю всех за внимание. Завершаем наш сегодняшний вебинар. Желаю всем успехов. И завтра буду...